Здравствуйте! Я Пагата Абисадзе, ведущий специалист клиники Магдалейшвили. Вот уже несколько лет в нашей клинике используются собственные столовые клетки для трансплантации для разных заболеваний, таких как детский церебральный паралит, детский аутизм, задержка психологического развития и сенсомотомная логия. Забор стволовых клеток происходит из пуповой микрови или тазовой кости. Количество полученных клеток зависит от концентрации стволовых клеток крови или костной ткани пациента. Как правило, из костного мозга мы получаем от 600 миллионов до 1500 миллионов ядерных клеток, в том числе мезохимиальных и демопоэтистических стволовых клеток. Введение стволовых клеток происходит в двух фазах – интеротекально и интервенозно. Количество наблюдаемых пациентов дает нам с уверенность и говорит о тех результатах, которые наблюдаются после трансплантации собственных стволовых клеток. В 70% случаев мы достигаем положительных результатов. Улучшение языковых и моторных барьеров, появляется речь, обогащается лексика. Получаем 100% понятие речи, корректируется поведение ребенка, уходит агрессия, ребенок больше не замкнут к себе, улучшаются ее социальные способности. Важно, что улучшается интеллектуальный потенциал. В соответствии с нашими результатами и с докладами центров, которые проходят реабилитацию у наших пациентов, у них повышается интеллектуальная активность, они лучше усваивают школьный материал, начинают писать, читать, считать, легче дается арифметика. У детей появляется интерес к окружающей среде. Первые результаты родители отмечают в течение 4-5 месяцев, но некоторые отмечают положительные результаты и пораньше. Эти улучшения являются результатом тех восстановительных процессов, которые вызывают трансплантацию собственных столовых клеток. Это восстановление связи между нейронами кари головного мозга, улучшается головное кровообращение, то есть снабжение мозга кислородом. Нейропротективная функция молодых моноцитов обеспечивает защиту головного мозга от гипоксии. Уменьшение нейровоспалительных процессов кари головного мозга. Конрекция дисфункции иммунной системы из-за иммунно-модулирующих действий мезонхимиальных стволовых клеток и так называемых траголимфоцитов. Надо помнить, что даже маленькое улучшение у этих детей важный шаг вперед для максимальной независимости в собственной ежедневной жизни.